Уважаемые друзья, я снова выхожу в прямой эфир и сейчас этот эфир будет посвящен больше всего организационным вопросам и сейчас я буду говорить только по Алматы. Сегодня уже известно, что завтра в 12 июня в 10.30 начинается процесс инаугурации Касмужмарта Токаева. Инаугурации нелегитимного президента на этих незаконных выборах и мы знаем, что вся страна недовольна итогами выбора. Мы не должны промолчать, мы должны действовать. Вчера наши уважаемые алматинцы, молодежь выразили свой протест, когда организовали автомобильный караван по Тулеби, по Абая и по другим улицам. И наши сторонники выдвигают к нам обращение, чтобы мы озвучили план действий, как мы будем реагировать на то, что завтра будет инаугурация Касмужмарта. Кстати говоря, обратите внимание, инаугурация срочная, главы других государств не приезжают, никто не успевает приехать. Обычно легитимизация происходит еще, когда заранее приглашаются гости с разных государств, представители различных парламентов и так далее. Посмотрите на спешку, какая спешка со стороны Назарбаева идет. Ну, во-первых, ему нужен карманный президент, которого никто особо не уважает. И более того, даже не приехали зафиксировать его назначение, еще раз повторяю, на должность президента, назначение. Никто из глав государств не приезжает, не поздравляет парламент соседних стран или других стран, не приезжает, как недавно было в Украине, когда это действительно было торжественное народное мероприятие легитимизации президента, его празднования. Так вот, он все это делает в спешке, потому что видит гнев народа, хочет быстро его зафиксировать на позиции президента. Ну, и второе, представляете, вот такой президентишка, мебелюшка, мебель, ходит он его так, говорит, так, ляжь, встань и так далее. Вы, наверное, видели, вот недавно было мероприятие в пятницу, когда всех студентов согнали в Астане, идет Хасмазумарт рядом с Назарбаевым, Назарбаев руку поднимает, так быстро реагирует. 79-летний старик выглядит бодрее, чем человек, на 13 лет его моложе, Хасмазумарту 66 лет. Он даже ему руку поднимает вверх, потому что Хасмазумар даже не может руку поднять вверх, с трудом передвигается. Так вот, такого президента завтра страна должна чествовать, и состоится инаугурация в 10.30 утра по Алматы. Мы, безусловно, должны свое сказать слово, сказать нет, выдвинуть свои требования к этой власти. И я благодарю наших алматинцев, которые подали прекрасную идею, как мы можем двигаться так, чтобы фактически заблокировать весь город. Чтобы тысячи людей могли выразить свой протест, объединиться как единый народ. И шаг за шагом мы добьемся смены этого мафиозного режима. Как выглядит предложение наших сторонников? Завтра в 18 часов дня, когда многие завершают свой рабочий день, наши сторонники предлагают следующий план действий. Я его озвучиваю открыто. Открыто и по итогам моего выступления сейчас по социальным сетям пойдут плакаты, видеоролики, рекламы и так далее. Это будет все сделано стремительно. Имейте в виду, уважаемые друзья, завтра эта власть пытается снова ограничить нашей стране интернет. Итак, мы ориентируемся, что центральное место организации массового протеста это Старая площадь, Тулеби и угол Аблайхана. Но в этот раз мы делаем все по-другому. Мы организовываем протест более масштабный. В Алмату есть несколько улиц сквозных, по которым происходит въезд транспорта. Это улица Ташкентская, это Тулеби, это проспект Абая, это Альфараби. Это четыре ключевые улицы, когда из микрорайонов происходит въезд автотранспорта в город. Что мы предлагаем? Мы предлагаем ровно 18 часов, чтобы наши сторонники начали перемещаться в сторону Старой площади, с района Тастака, по проспекту Абая, по Альфараби, по Ташкентской, автомобильной колонны, 18 часов сигналит и начинает двигаться в сторону Старой площади Тулеби и Аблайхана. Вы понимаете, когда такая масса будет ехать, когда автомобилист будет сигналить, это будет мощнейшая сила, которая привлечет новых сторонников. Это если говорить о въезде в город в сторону Аблахана Тулеби. И еще есть нижняя часть города. Нижняя часть города это от автовокзала Саехат. Там тоже транспортная развязка очень большая. Очень много людей там собирается, уезжает, приезжает. И со стороны автовокзала Саехат мы предлагаем подниматься вверх до Тулеби и Аблайхана. Также есть сквозная большая улица. Это улица Сейфулина. Тоже с нижней части города. Можно тоже автотранспортом перемещаться в сторону Тулеби и Аблайхана. Таким образом, когда вся эта масса автомобильная будет двигаться в сторону центра, вы понимаете, что это будет большая такая движущая колонна, двигающаяся со всех сторон. И полиция ничего не сможет сделать, потому что их силы маленькие. Они будут раздроблены. И тем более, как можно остановить транспорт, который просто идет в этом направлении. То есть все медленно начинают на небольших скоростях перемещаться. Создается фактически блокада города. Это то, что касается автомобилистов. Второе. Мы предлагаем пеший ход. При том, чтобы полиция не могла концентрироваться на определенных улицах, мобилизовывать силы, мы предлагаем всех тех наших сторонников, которые недовольны этим режимом, недовольны назначением Хасамжумар Такаева президенты, перемещаться с ближайших мест проживания или места работы с 18 часов в сторону Аблайхана Тулеби. Это с верхней части города, с нижней части города. И идти по разным улицам, небольшими группами, в одиночку, неважно, все, концентрируемся, идем в сторону Аблайхана Тулеби. Это приведет к тому, что фактически у полиции не будет никаких возможностей и оснований задерживать людей, которые просто идут по тротуарам, но двигаются строго в определенное место Аблайхана Тулеби. С разных сторон, и за достойком улицы, та часть города, и верхняя часть, и нижняя часть, и с микрорайонов, кто может, кто находится в прилегающих районах, двигается пешим ходом. То есть фактически это шествие всего города. Третье. Те, кто проживает дальше, находятся дальше от Аблайхана Тулеби, передвигается на автобусах, троллейбусах, и тоже все передвигаются в сторону Аблайхана Тулеби. И в течение короткого срока фактически многотысячная масса будет собрана на Тулеби Аблайхана. Транспорт в этом районе будет полностью заблокирован. И таким образом, с учетом того, что автомобилисты будут использовать автомобильные гудки, также наша молодежь может использовать вот голубые, так называемые, дымовые шашки праздничные, которые используют на праздник, которые продаются свободно в магазинах. Уважаемая молодежь, мы можем это сделать очень круто, очень весело, очень интересно. Собственно, как в мире происходят протесты. Мы организовываем мирный протест. Мы выдвигаем требования Тухаев-Кет. Мы должны потребовать освободить всех задержанных. Власть невнятно произносит, что задержанных полторы тысячи, тысячи семьсот. Но сегодня прозвучала цифра, что в целом задержанных по стране более пяти тысяч человек. Поэтому я обращаюсь к родственникам. Я обращаюсь к друзьям тех, кого в этом процессе пострадал, кого задержали. Мы должны потребовать немедленного их освобождения. Эти части из этих задержанных перебросили за 100-200 километров от Астаны, потому что там тюрьмы переполнены, потому что люди получили пятидневный, десятидневный срок тюремный. И их отправляют в соседние города. Это, кстати говоря, тоже незаконно. И мы должны потребовать их освободить. Еще мы должны потребовать освободить наших политических заключенных. Мой друг Мухтар Джакшип находится в тюрьме уже больше десяти лет. Больше десяти лет. Человек, который поднял с колен урановую отрасль. Отсталая отрасль, она превратилась в компанию номер один в мире. Больше нет в стране ни одной государственной компании. Больше нет в стране ни одного предприятия, которое бы занимало такую ключевую роль в мире. И вот мой друг, который пострадал от действий на султана Назарбаева. Сейчас потерял здоровье. Получил третью степень инвалидности. Он известный политический заключенный. Есть решение ООН с требованием его освобождения. И этот режим упрямо его не выпускает. Человек, который фактически с трудом перемещается. Я считаю, что мы должны потребовать освободить наших политических заключенных. Их у нас в стране немало. Макс Бакаев, который требовал остановить продажу земли китайцам. А Рона Табек, который боролся за тех, которые проживал в микрорайоне Шанрах. Которых власть мочила, била дубинками, сносила их дома. И это все делалось руками. И Манголит Асмагометова, который был акимом города Алматы. И называл всех тех, кто там проживал социальными аутсайдерами. И говорил, пусть они убираются вон. Мы не должны забывать всех наших политических заключенных. Облаваса, Жумаева, Осета, Абишева. И мы должны потребовать от власти освободить всех политических заключенных страны. Мы должны потребовать освободить всех тех, кто пострадал на этих митингах протеста. Потому что, если мы это не потребуем, завтра власть ночами будет, как в 37-м году, приходить к вам домой, вытаскивать и тихо закрывать какие-то тюрьмы в разных регионах страны. Мы должны спасать их, чтобы завтра с нами тоже этого не произошло. Уважаемые друзья, итак у нас какие требования? Мы говорим, Тухаев, Кит. Мы требуем освободить политических заключенных. Мы требуем освободить задержанных. И мы, я уверен, я уверен, мы должны сказать Шал Кит. Шал Кит. Итак, автомобильные процессы идут со стороны Абая Байтурсунова в сторону Тулеби Аблайхана. Раз. Вторая автомобильная колонна идет со стороны Тастаха по Тулеби. Сквозным образом в сторону Тулеби Аблайхана. Два. Третья колонна идет со стороны Ташкентской. Поднимается Тулеби Аблайхана. Четвертая колонна двигается со стороны Сейфулина и со стороны автозала Саехат. Тоже Тулеби Аблайхана. И еще колонна двигается со стороны Альфа-Раби, с верхней части города. И все тоже перемещаются в сторону Аблайхана Тулеби. Полиция будет в панике. Назарбаев будет в панике. Он сейчас в панике. Он напуган. Он поэтому торопится как можно быстрее провести инаугурацию Хасмжимар Токаева. Уважаемые алматинцы, вы вчера ночью показали свою силу. Буквально около тысячи человек собралось. Какое-то небольшое количество автомобилистов. И вы все показали силу, силу народа. Уважаемые друзья, это я говорю об автомобилистах. Плюс пеший ход. Пеший по разным улицам. Небольшими группами по тротуарам, прилегающие к этим улицам. К Аблайхану Тулеби. Кто находится дальше, двигается транспортом. Автобус, троллейбус или другим транспортом. Мы должны заблокировать центр города. Мы должны сказать нет Назарбаеву. Хватит. Он нас достал всех. Мы сумеем сказать, кто здесь власть. Властью является народ Казахстана. Я сейчас говорю только по Алматы. Чуть позже я скажу по Астане. У нас есть и другие города тоже присоединятся к этому протесту. Мы организуем протест по всей стране. В 18 часов начала протеста. В 18 часов автомобилисты. Я призываю вас организовать автомобильные гудки, как это было 9 июня по всей стране. Мы действуем с 18 часов. Алга, Казахстан. Назарбаеву. Исlem tiny гудка.